Девушки отдыхают Всю жизнь мы слепо ненавидели тех, на кого указали отцы и деды. Пока небеса не озарились огнем и не явился новый враг. Девушки отдыхают Наш мир на грани уничтожения. Настало время хаоса. Время ускоряет свой бег, сын Дуротана. Ветер отзывается голосами войны. Земля, испещренная шрамами прошлого. Готовится к новому противостоянию. Субтитры создавал DimaTorzok Герои принимают вызов судьбы. И ведут свои войска в бой. И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели, Пылающая тень грозит поглотить нас всех. Собери Орду и поведи свой народ тропой судьбы. Найди меня. Субтитры создавал DimaTorzok Что за странный сон? Это не сон, юный вождь. Это видение. Следуй за мной и узнаешь, какая судьба уготована тебе. Не знаю, что все это значит, но мне интересно. Выберите Тралла. Для этого щелкните по нему левой кнопкой. Хорошо. Похоже, вам не терпится отправиться в путь. Но сначала научитесь отдавать Траллу приказы. Прикажите Траллу следовать к находящемуся неподалеку знамени. Для этого щелкните по кнопке «Двигаться» в правом нижнем углу экрана, а затем по знамени. Замечательно. Тем не менее, до лагеря орков еще далеко. Прикажите Траллу двигаться на север к следующему знамени. Для того, чтобы увидеть знамя, подведите курсор к верхнему краю экрана. Прекрасно! Мы почти на месте. Но на пути к следующему знамени есть черная область. Это означает, что местность еще не разведана. Обратите внимание, черная область уменьшается по мере продвижения Тралла. Выберите Тралла и прикажите ему следовать к знамени в центре лагеря. Хорошо. Локтар, воины! Вождь! Мы ждем твоих приказаний! Чтобы Тралл и его воины двигались одной группой, выберите их всех. О? Хозяин? Свобу! Чтобы приказать воинам вступить в бой, выберите их и щелкните сначала по кнопке «Атаковать», а затем по гнолу. Локригар, но гал! Пора за дело! За молот Рока! Это был всего лишь разведчик. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть на вражеский лагерь. Для этого выберите их и щелкните сначала по кнопке «Атаковать», а затем по земле в центре лагеря гнолов. Я скажу, что вылетели, чтобы помочь по гнолу-молу-молу-молу-молу-молу-молу-молу. Ндабу. Хозяин? Воктор! Зак-зак. Духи неспокойны. Никто не уйдет! Ты его прикажешь! Прекрасно! Обратите внимание, благодаря приобретенному в бою опыту, Тралл получил новый уровень. Накапливая опыт, герои становятся все более и более сильными. За каждый новый уровень герой получает талант, который можно использовать, чтобы изучить или улучшить способности. Чтобы использовать талант, выберите Тралла и щелкните по кнопке «Способности» в правом нижнем углу экрана. Если вы щелкните по кнопке «Способности», в правом нижнем углу экрана отобразятся способности, которые ваш герой может изучить. Чтобы использовать талант для изучения новой способности, щелкните по кнопке «Способность» в правом нижнем углу экрана. Сила и честь. Талант для изучения новой способности, похоже на «Способность» в правом нижнем углу экрана. Мурлоки — превосходные мишени для вашей новой способности. Чтобы Тралл применил её, щёлкните сначала по кнопке «Отцепная молния», а затем по одному из мурлоков. Я — вождь. Сила и честь. Хозяин? Да. Иногда рядом с телами убитых врагов появляются сундуки. В них хранятся магические предметы, но использовать их могут только герои. Духи неспокойные. В этом сундуке было зелье маны. Весьма полезная вещь. Обратите внимание, что ваша находка занимает одну из ячейк инвентаря, расположенных в центре нижней части экрана. С помощью этого зелья можно пополнить запас маны — магической энергии вашего героя. Мана расходуется на применение способностей, например, цепной молнии. Прикажите воинам Трала двигаться вдоль реки, следуя знамёнам. Запас – который я notices. サイン. Свечки, добро. Субтитры создавал DimaTorzok